Мор, привет, друг! Это Зверько. Ты играл когда-нибудь в ритмы игры? Crypt Necrodancer? Или Bullet Spirmin? Perfect English. Я с таким жанром игр познакомился недавно. И тем, кто умеет играть на каком-либо музыкальном инструменте, будет проще понять сравнение геймплея на Броуди с ритм играми. Этот афро-товарищ с клишированной амнезией. Каждую свою атаку заряжает и ему требуется время перед выстрелом. Это тебе придется учитывать при фарме и при бою с противником. Сам выстрел у рукастого очень силен. Вдобавок, он накладывает метки, отчего урон по цели возрастает. Однако, есть мощный штраф к скорости атаки. Броуди получает лишь 30% бонуса. Например, взял ты говорящий с ветром. А он даст скорости атаки не 40%, а лишь 12%. Но к ветру еще вернемся дальше. Пассивка. Непривычный темп стрельбы Броуди. Ему нужно время перед выстрелом. Благо, он может перемещаться и даже если противник разорвет дистанцию, выстрел его настигнет. Автоатака и первые два навыка ставят метки на цели. А каждая метка дает бонус к урону по этой цели и ускоряет передвижение нашего стрелка, когда он атакует эту самую цель. Поскольку темп стрельбы Броуди достаточно низок, то чтобы не ловить в лицо подачи, пока мы заряжаемся, приходится нажимать атаку и рвать дистанцию, после чего опять подходить на линию выстрела. Вот это геймплейная составляющая и напомнила мне ритм игры. Атака, отошел, подошел, атака, отошел, подошел. И чтобы тебе сохранять высокий урон в минуту, придется привыкнуть к ритму Броуди и подстраиваться под движение цели, дабы не подставляться под удары и наносить урон. Однако есть простая комбинация для убийства, о которой я расскажу в тактике. Первый навык. Своебразное пронизывающее копье, которое и бьет дальше, чем Броуди с руки, и навешивает метки и немного замедляет врагов. Но есть большой шанс промахнуться. Интересно у нее свойство. Проходя через вражеские цели насквозь, сзади стоящие враги получают одновременно больше меток, больше урона и больше замедления. Это работает даже на линии. Если противник зазевался, и ты кидаешь в него через трех миньонов первый навык, то накладывается четыре метки. Если враг тонкий, то можно тут же добить ультой. Благодаря этому навыку можно легче делать киллы на мидлайне, пожертвовав линию золота кому-то другому. Первым же навыком проверяем кусты. Если там кто-то есть, то его здоровье высветится вверху экрана. Правда, если врагов там несколько, увидишь ты лишь одного. Используем навык для меток до начала перестрелки, добивания убегающего и как массовый урон. Во время стычки урон с руки в одну цель будет выше. Однако помни, что по миньонам наносится на 50% меньше урона от этого навыка. Особо линии им не почистишь. И у него очень, очень долгая анимация навыка. Второй навык. Вот интересная тема. Подскок, отскок и оглушение. Но тоже и слабое место. Особо ловкие могут вкинуть контроль на подскоке, поэтому крайне не рекомендую скакать в масс-файте. С помощью навыка можно перепрыгнуть препятствия к противнику или от противника, если он конечно стоит почти в упор к стенке. Удобно для прерывания. Опережение противника и побеги. Навык также дает скорость передвижения на короткое время. Чтобы выбрать направление отскока, просто жмелевым стиком нужное направление. И Броди вернется туда. Это сверх удобный навык на старте игры. В поздней игре к противнику прыгать не советую. Во время анимации на тебя обрушится куча урона. Но это если ты играешь один. А если в команде, то можно например продолжить стан вражескому персу или даже порой инициировать файт. Усложняет использование то, что прыгнуть можно и к миньону, и к крипу вместо героя. Приходится тщательнее прицеливаться, что усложняет игру и снижает темп боевки. Можно промахнуться с оглушением и получить по щам. Кстати, в гайде буду разделять соло игру и игру в команде. Ульта. Добивалка. Наносит урон всем, кто был в круге про каста. И чем больше меток на цели, тем выше по ней урон. Нет меток, прилетит один снаряд. Четыре метки, пять снарядов. Жаль, что урон не критует, но вполне удобный навык. Поражает даже стоящие в кустах цели миньонов и крипов. Кстати, заряд автоатаки прерывается любым навыком, используя это с умом. Итак, будем рассматривать два варианта. Командный, такой сейвовый. И трешугар из Адемия. Стеклянная пушка. Много урона, но лопнет от тычка. А сейчас настало время спонсора этого видео. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой айди и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. А теперь возвращаемся к ролику. Эмблемы. Я играю через эмблемы стрелка, усилив криты и взяв второй перк. Он более комфортный за счет ускорения после урона. Дополнительный навык. Как всегда, берем по комфорту. Кстати, можно сыграть через лес и взять возмездие. Это ускорит фарм, но стоит брать только в том случае, когда от вашего фарма зависит игра, а союзники могут тебя прикрыть. Поэтому это скорее для командных боев, а для соло игры вспышка или спринт. Сборка. Стандартная рейтинговая сборка, например, через лес. Мочите хищника, магические сапоги или сапоги воина. Первое предпочтительнее. Это хотя бы увеличит скорость перезарядки навыков, а сапоги воина работают на полную, когда ты получаешь несколько ударов. Броги слишком тонкие для этого. Ярость Берсерка. Конечно, большие криты, клевые криты. Бесконечная битва. Даст отхил, ману и урон со связки. Второй навык, удар, ульта, удар. Кираса грубой силы. Броуди нужно время для выстрела и минимальную же участь обеспечит именно эта броня. Кроме того, она дает бонус к скорости передвижения и защите. Последним клинок отчаяния. Тут комментарии излишни. А вот теперь моя сборка. Поскольку у Броуди скорострельность срезается до 30%, то я отмел все предметы, которые наносят урон с помощью скорости атаки. И осталось. Сапоги-скороходы. В соло игре это будет более удобно для перемещения по карте. Но также можешь взять магические сапоги. Ярость Берсерка и клинок отчаяния. Выведут в топ по урону. Когти Хааса. Ну, или бесконечная битва. Поскольку часто бывает, что я надеюсь на скилушечку союзников, а они не оправдывают надежд. Например, не прикрывают, не добивают, не вносят оглушение. Я часто влетаю вторым навыком к врагу и мру от всего, что прилетело в лицо. А все ради того, чтобы реализовать чистый урон. Поэтому я предпочел брать когти Хааса и не парясь расстреливаю противника издали. При том, что когти также повысят нашу живучесть. Опять беру Ярость Берсерка, потому что низкий процент критов это серьезная потеря в уроне. Багровый призрак нам не подходит, потому что имеет только 30 единиц физической атаки, а его урон построен на скорости атаки. Теперь можно взять или клинок семи морей, или ту же Кера с грубой силой, Крылья Королевы, либо Золотой Метеор. Все на твое усмотрение, чего тебе не хватает в этом бою. Этот билд наносит колоссальный урон, но будь осторожен, ты можешь помереть от любого тачка или контроля. Я видел, некоторые берут Говорящий с Ветром, но брать предмет лишь для легкого ускорения бега такое себе занятие. Помним аж трафик скорострельности. Тактика. Выбираем линию или золото, или агрессивную середину. Но поверь, из кустов Броуди играется гораздо легче, поэтому советую золото. Играя через рез, тебе конечно важно забирать красный баф. Броуди его урон легко реализует. Синие по ситуации, но лучше отдать магу или убийце. Первую кровь также легко сделать на Броуди, особенно против неопытного соло противника. Со раздамаживаешь с руки один-два раза противника и жмешь второй навык, прыгнув так, чтобы встать между ним и башней. Это даст тебе 1-2 дополнительных выстрела. Тонкие герои легко ложатся. В принципе, второй навык дает приятный бонус при пересылке с другим АДК. Но на самом деле в поздней игре у Броуди мало шансов. Старайся первым навыком попасть сквозь миньонов по тонкому врагу. И, если у него меньше половины жизни, смело жми ульту, скорее всего добьешь. К слову о комбинации. Лучше начать ее, будучи в кустах. Стреляешь по противнику с руки, либо первым навыком через миньонов. Потом подскакиваешь вторым навыком и добавляешь урон с руки. Выстрел или два. И когда на нем 4 метки, у тебя и урон выше, и чтобы добить ульту можно применить. Примитивно? Да. Но что поделать, если после релиза у Броуди забрали комбинации, которые я описывал в своих видео. Пока не забыл. Смотри, куда летят стрелы ульты. Если они летят в куст, где нет крипа, то скорее всего там уже подбирается поддержка к противнику. Ну, а ты уже предупрежден. На мой взгляд, из-за длительной анимации выстрелов и навыков, Броуди очень нуждается в прикрывающем персонаже с контролем. Например, Рафа подойдет идеально, ускоряя Броуди в важные моменты и навешивая стан при случае. Конечно, многие танки и бойцы тоже подойдут. Главное привыкнуть к задержке перед выстрелом и не попадаться на постоянный огонь от других стрелков. Как я уже говорил, не влетай в толпу со второго навыка. Тебя могут застанеть в самый неудобный момент. Оставь навык для добивания или отхода. Или ты можешь оглушить влетевшего в тебя убийцу. Удобная комбинация с Атласом или Тигрилом. Когда противники собраны в одну точку, кидаешь туда первый навык, прожимаешь ульту и добиваешь выживших сурки. Так можно легко апнуть беспощадного. Я видел, как Броуди банят в рейтинге. И многие спрашивают, как его контрить? Вообще, его должен контрить убийца. Но если не получается, то купи себе сумеречную броню и танку посоветуй. Она уменьшает моментальный урон до 900 единиц и перезаряжается 4 секунды. Это даст тебе выигрышное время, чтобы перестрелять Броуди. Ну а танк не так быстро склеит ласты. Подходим к концу. Кажется, все важное я рассказал. Если тебе понравился гайд, подписывайся на канал. Кроме того, конкурс. Когда ролик наберет 30 тысяч просмотров, я разыграю призовые ценой в 750 алмазов. Что нужно сделать? Быть подписанным на канал, поставить лайк видео, написать комментарий, любой, и поделиться в социальных сетях. С победителем я свяжусь лично в комментариях. Удачных боев и до встречи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok